При этом большое внимание стражи правопорядка в нерабочие и праздничные дни уделяли и обеспечению безопасности на дорогах города и района. Ведь, как известно, есть среди нас те, кто праздник готов отмечать даже без особого повода. И обязательно найдется тот, кто в этом приподнятом настроении сядет за руль. Пять дней сотрудники городского отдела госавтоинспекции активно патрулировали дороги Ирбит и Ирбитского района в рамках областного оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». При этом в рейды вышли не только инспекторы дорожно-патрульной службы. Им помогали сотрудники аппарата ГИБДД, так что единовременно на дорогах дежурило максимальное число экипажей. И снова эта работа дала результат. Всего выявлено более 140 нарушений правил дорожного движения. А в восьми случаях меры немедленного пресечения стало отстранение водителя от управления транспортным средством. На этих восьмерых пришлось 12 грубых нарушений ПДД. Пять водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель задержан за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения. И также составлен один материал по статье 264 Уголовного кодекса РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного пенения. Также четыре водителя отстранены от управления транспортным средством, так как не имеют права управления. Но в понедельник на дежурство у детских дошкольных учреждений вышли уже не только полицейские, но и родители. В качестве напоминания взрослым и детям о необходимости соблюдения правил безопасности для пешеходов и правил перевозки несовершеннолетних была организована широкомасштабная акция «Родительский патруль». Более 300 родителей сегодня единовременно вышли на улицы нашего города и района для проведения профилактической работы как с юными участниками дорожного движения, так и с их родителями. И, конечно, нас все-таки порадовал тот факт, что большинство юныхербичан имеют в одежде световозвращающие элементы, но, конечно, у кого их нет, мы рекомендовали их приобрести. Но даже большой объем, проведенный за прошедшую неделю работы, не помешал полицейским выделить время на организацию и проведение более приятного мероприятия. Ведь именно на нерабочие дни пришелся почти профессиональный праздник всех, чья жизнь связана с автомобилем. Поздравлять автомобилистов в этот день сотрудники госавтоинспекции отправились вместе со студентами политехникума. Водители реагировали отлично, они услышали очень много слов благодарности, а также мы сделали небольшие для них подарки. Это ангелочек с надписью «Храни тебя Господь» и маленькая книга с правилами дорожного движения. Я первый раз в такой акции попала. Ангелочке вообще очень приятно. Молодцы ребята. Мне кажется, таких людей побольше, чтобы напоминали водителям. От лица всех сотрудников госавтоинспекции сегодня поздравляю каждого водителя с профессиональным праздником. Желаю всем душевного тепла, понимания родных и близких, безаварийных километров и удачи на дорогах.